Сегодня в Сочи ЕГЭ сдавали 130 человек. Именно такое количество учащихся выбрали для себя географию и информатику. Набранные баллы для многих станут решающими в вопросе выбора вуза. Большинство сегодняшних экзаменующихся решили связать будущее с компьютерными технологиями. До мечты рукой подать. Чтобы сдать ЕГЭ по информатике, нужно набрать 40 баллов. А вот Марк Шарапов, выпускник 44-й гимназии, рассчитывает на все 80. Школьник активно готовился и ничуть не переживает. Говорит, главное сконцентрироваться и внимательно читать задания. Да ничего контрольное обычное, что пришел сюда повеселиться, поселить. Только стулья неудобные. Если серьезно, то ЕГЭ и ЕГЭ. С каждым годом говорят, что его то упрощают, то усложняют, вводят какие-то разные задания. К этому можно адаптироваться, можно наденироваться, натаскать себя за год хотя бы. Желательно. Желательно за два. Подготовки отмечают педагоги и правда необходимо уделять много времени. Если раньше кто-то рассчитывал найти готовые ответы, то теперь это попросту невозможно. В этом году стартовал самый технологичный ЕГЭ. Практика доставки заданий единого госэкзамена в школы ушла в прошлое. Теперь контрольно-измерительные материалы и бланки ответов формируются и печатаются непосредственно в аудитории, на глазах у школьников. Новая технология, в принципе, исключает возможность найти ответы ЕГЭ в интернете. Их просто не существует до начала испытания. Экзаменационные материалы на электронных носителях зашифрованы. Расшифровать их может только член ГЭКС при наличии ключа доступа. У каждого члена ГЭКС есть свой пароль, который он не имеет права передавать другим. Все абсолютно прозрачно. Если раньше были слухи, что где-то экзаменационные материалы хранятся, возможно, их кто-то вскрывал, какие-то пометки ставил, то сейчас эти разговоры вообще должны кануть в лету, потому что никаких бумажных, никаких других видов экзаменационных материалов до 10 утра никто не видит и не имеет к ним доступа. Помимо информационной безопасности, есть еще один плюс. Это дешевле, чем доставка материалов силами вооруженных сотрудников спецсвязи. Ну а бумаги и чернил в картриджах для печати заданий и бланков должно хватить. Каждый пункт проведения экзаменов был заранее проверен, причем помимо основных принтеров и компьютеров предусмотрены резервные. Готовые же работы после экзамена сканируются также на месте, прямо в аудитории и сразу направляются на проверку. Свои результаты выпускники узнают не позднее 15 июня. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году продлится до 2 июля.